Тем временем угроза заражения птичьим гриппом на птицефабриках в крупных регионах до сих пор сохраняется. В частности, в Алматинской области, где производят 40% мяса птицы и более 20% пищевого яйца. Из-за этих рисков производители проводят повторную вакцинацию и увеличивают расходы. И предупреждают, что это непременно скажется на стоимости товара для потребителей. На сегодня в Казахстане из-за птичьего гриппа действует карантин в семи областях. Из общего поголовья птиц 46 миллионов уже погибла почти одна десятая часть. Это более 400 тысяч только по официальным данным. Поэтому крупные птицефабрики проводят повторную вакцинацию. По их оценкам, траты на все меры биобезопасности могут превысить 700 миллионов тенге. В этом году мы собираемся вакцинировать птицу дальше до ноября или декабря, пока мы не удостоверимся, что угрозы заноса птичьего гриппа, угрозы болезней не существует. Только тогда мы прекратим эту вакцинацию. Соответственно, все эти меры у нас существенно увеличивают себестоимость мяса птицы. Участники рынка не исключают повышение цен на продукцию. Ведь кроме защиты от инфекции увеличились расходы на корм. Одна доза вакцины тоже не дешевая – от 20 до 50 тенге. А из-за массового заражения возник дефицит препарата. В Министерстве сельского хозяйства заявили о том, что направили в регионы более 7,5 миллионов бесплатных доз вакцин. Также в ведомстве начали выплачивать компенсацию за падеж птицы. Стоимость, средняя рыночная стоимость птиц в разных регионах, даже в районах разные. За основу берутся статические данные комитета статистики. Например, птица-поголовье, средняя рыночная сена от 800 до 1200. Это принимает решение комиссии в районах. Возмещение получат две птицы-фабрики. Там пали 361 тысяча птиц. И еще за 45 тысяч – мелкие хозяйства. За последнюю неделю в северо-казахстанской области погибли 22 птицы. В других регионах падежа не было. Эксперты ожидают, что вспышка гриппа прекратится в следующем месяце. Зарина Беремкул, Дидарий Леов, Инфорумбюро, Нурсултан.